Военный деятель из племен старшего жуза, Карасай Батыр, из рода имел племени Шапыршты. Один из видных полководцев казахского ханства при Есимхане и Салкам Жангирхане. Карасай Алтын Айлы, более известный как Карасай Батыр, 1598-1671 год ГГ, казахский Батыр при Есимхане и Жангирхане. Вместе с близким другом и соратником Агентай Батыром принимал активное участие в казахско-джунгарской войне. Карасай Батыр родился в 1598 году в местности Карасас в горах Суэктабе, предгорье Зайлийского Алатау, на территории современного Жамбылского района Алматинской области Казахстана. Происходил из рода им Суншапрошты из кожи старшего жузо. Согласно легендам, будущий Батыр уже в юности отличался силой и ловкостью и был столь крупного телосложения, что шкуры одного быка едва хватало ему на пару сапог. Впервые Карасай проявил себя на поле боя в 1615 году, отражая нападение аэратов, проникших вглубь Семеречья. Впоследствии отличился в сражении у реки Табол в 1620 году, где взял в плен двух калмыцких тайши. За этот подвиг Карасай был признан Батыром. Карасай был одним из Батыров войска Есимхана. После смерти Есима стал наставником его сына Жангера вплоть до его совершеннолетия. Вместе с боевым другом Агымтай Батыром из рода Арген возглавлял казахские отряды в битве с калмыками на реке Волга в 1629 году, а также в Сибирско-Тобольском сражении 1635 года. В 1643 году вместе со шестью сотнями воинов участвовал в Орбулакской битве, в которой Жангир Султан вместе с пришедшим на помощь казахам двадцатьтысячным войском бухарского военачальника узбекского происхождения Елангтож Бахадура. В казахской транскрипции Жалантас Бахадур одержал победу над пятюдесятью тысячным джунгарским войском. Об этом свидетельствуют также русские источники. В сражениях с джунгарами, происходивших в 1652 году, Красай Батыр был одним из головнокомандующих казахского войска и проявил талант полководца и стратега. Под его же началом был выигран ряд битв в Семеречи. При Красае казахские войска впервые стали использовать топографические особенности местности, возводить искусственные укрытия, а также использовать тактический прием разведка боем. Разработанная им тактика позволяла выигрывать сражения, несмотря на превосходство джунгар в численности и вооружении 2. Последний раз Красай и Агентай вместе участвовали в битвах с джунгарами в 1664 году в местности Аркосанкой. Современные джунгарские ворота. Поздние годы жизни Красай и Батыра прошли в местности Сара Арка на родине его друга Агентай Батыра. Здесь Красай был избран Бием-2. В 1669 году он побывал в России в составе казахского посольства. В 1671 году, несмотря на преклонный возраст, Батыру вновь пришлось принять участие в сражении. Казахам удалось отбить очередное нападение джунгар, но для Красая столкновение оказалось роковым. Он получил смертельное ранение и вскоре скончался. Красай Батыр был похоронен на горе Кульшимбай на территории современного Ай-Иртаузского района Северо-Казахстанской области. Через два года рядом с ним похоронили Агентай Батыра. Продолжение следует... Продолжение следует...